всем привет вы на канале записки архивариуса где я рассказываю о хоккее команды там по байлайтинг и о гитарах и сегодня видео будет не совсем обычное потому что она будет не про тампу вообще и не совсем про гитара я несколько раз опубликовал видео как я распаковываю коробочки которые я получаю из японии с гитарами вполне мою коллекцию и мне в том числе спросили как и где я их покупаю я почесал в затылке и решил что этому вопросу вообще можно посвятить отдельное видео то есть сделать своего рода видео инструкцию по покупке электрогитар может кому-то может и акустическая потребуется в японии и вот вот это собственно видео она будет про это попробуем сделать из этого видео инструкцию для того чтобы покупать товары в японии нет не обязательно гитары не только гитары очень много товаров можно там купить есть действует на у нас в нашем в этом нашем интернете различные посредники сайта посредники я пользуюсь услугами одного из них я не буду называть его название потому что это не реклама мне за нее никто не заплатил к сожалению хотя может быть вот посмотрит видео товарищей может быть заплатят там или кто-нибудь там ништяки дадут это там призыв к товарищам они узнают свой интерфейс вот но тем не менее вы поймете кто знает тот поймет интерфейс одного сайта такого посреднического который позволяет покуп покупать товары из японии и доставлять их в россию не буду очень раз называть но по интерфейсу он достаточно известен это не единственный такой посредник который действует в россии таких сайтов много поэтому они наверно они все действуют плюс-минус по одной схеме но я пользуюсь одним поэтому я расскажу про него нас не называя название первое что вам надо знать когда вы решили купить гитару в японию ну помимо адреса этого посредника гуглите в интернете найдете первое чем вам нужно определиться когда вы решили покупать гитару в японии это ваш бюджет потому что от бюджета зависит все остальное большинство кто хочет купить гитару бушную японии рассчитывает на нечто бюджетное в определенных там ценовых рамках и вот здесь вот здесь надо саму самого начала определить некие моменты которые многие кто первый раз я кстати таким же был упускают из виду когда первый раз приходит вот на сайт такого посредника я постараюсь про них рассказать просто стараюсь ничего не упустить именно тех вещей которые повлияют значительным образом на бюджет всей покупки под всей покупкой мы понимаем это от покупки гитары и до момента когда вы получите ее на руки потому что очень часто бывает так особенно если мы говорим про бюджетные инструменты что стоимость доставки от продавца до вас может даже в два а то и в три раза превышать стоимость самого инструмента этот момент очень многие спускают из виду когда говорят что там на вот японских аукционах там все на халяву до цены ноги на инструменты там маленькие но зато дорогая доставка и вот здесь вот пункт номер один который вам надо записать если вы идете покупать гитару на японском аукционе вот через того последнего которым пользуюсь я не покупайте одну гитару если вам не нужны две гитары найдите человека которому нужна еще одна но если вы хотите это все решить бюджетно то есть уложиться в бюджет вам нужен напарник то есть должно быть минимум две гитары минимум две потому что покажем когда дойдем до сайта когда дойдем до до всего как это работает когда я буду буду рассказать технические подробности я все на калькуляторе посчитаю но в целом доставка от японии до ну где-то москвы вам обойдется примерно в 10 тысяч рублей за одну посылку одна посылка это минимум 10 килограмм то есть вы заплатите за 10 килограмм в независимости того сколько будет в этой посылки 1 килограмм или все десять после 1 после 10 килограмм уже идет цена за каждый килограмм так вот 10 килограмм это 2 а то и три гитара посылки если вы будете покупать одну гитару вы за доставку 1 гитара за 10 заплатите 10 тысяч рублей. Если вы будете покупать две гитары, вы за доставку двух гитар зайдете платить те же самые 10 тысяч рублей, то есть по 5 тысяч рублей за одну гитару. Вот это вот один из самых важных моментов, который... на который не все имеют в виду, не все это понимают, и многие, ну, по сути, получается, в этом и по сути переплачивают. Когда вы покупаете гитару в Японии, покупайте минимум две гитары, и тогда стоимость доставки одной гитары сократится в два раза. Дойдем до этого, поговорим отдельно. Как мы договорились, мы говорим про покупку бюджетных гитар, поэтому надо еще один момент иметь в виду. Когда мы, если мы говорили про покупку не бюджетных гитар, правила были бы немножко другие. Мы говорим о покупке бюджетных гитар. Если не бюджетные гитары, вы можете купить их на Reverb, вы можете купить их на eBay, где угодно, на Авито тоже сам, да, там, или в магазине, в конце концов, заплатить большие деньги, все хорошо. Вы хотите здесь купить в Японии, сэкономить, купить задешево, что-то более-менее приличное. И здесь имейте в виду риск. Бюджетные инструменты, дешевые инструменты продаются в состоянии as is, как есть. И очень часто на фотографиях вы не видите всех проблем, которые есть у гитары. Купив гитару, там, условно говоря, именно стоимость самой гитары, без учета доставки, там, за, условно говоря, за две с половиной тысячи рублей, там, за три тысячи рублей, да, за четыре тысячи рублей, вы можете, получив ее, выяснить, что там у нее не работает танкер, гриф винтом, и в итоге ремонт этой гитары обойдется еще тысячу десять. Пятнадцать, приведение ее в играбельное состояние. Этот риск, который не всегда можно оценить по фотографиям. То есть, когда вы покупаете, идете на японский аукцион за дешевой гитарой, вот этот риск обязательно надо иметь в виду. Что, возможно, вам придется потратить еще деньги на мастера, если вы сами не сможете, не умеете это восстанавливать. Или учатся сами, самим восстанавливать. Так вот, вам придется потратить деньги на мастера, чтобы привести ее в играбельное состояние. Ну, а теперь перейдем непосредственно к сайту посредника и начнем рассказывать о процессе в деталях. Итак, вот сайт нашего посредника. И первое, что вам следует сделать, это, во-первых, узнать курс иены. На данный момент вводим сюда один и узнаем, что курс иены у нас восемьдесят шесть копеек на данный момент. То есть, именно по этому курсу вы введете деньги на личный счет у посредника, с которого вы будете уже покупать все остальные его услуги. Соответственно, и мы перейдем к этому моменту. Заходим в личный кабинет. Естественно, предварительно надо зарегистрироваться. Зашли на вкладку личный счет и нажимаем кнопку ввод средств. Выбираем здесь рекомендованный способ банковские карты Visa, MasterCard или Мир. Либо можно, либо картой Мир, либо там любой картой любого банка РФ, неважно из какого. И говорим, насколько мы хотим иен пополнить наш личный счет. Допустим, мы 20 тысяч иен. И это будет по действующему курсу 17 тысяч рублей. Соответственно, нажимаем пополнить и нас переводят к классическому оплате по карте. Итак, вы ввели деньги и у вас на счету появился некий баланс. Вот у меня он сейчас оставляет вот такую сумму 21,5 тысячи иен. И из этих денег мы будем осуществлять наши покупки. После того, как мы ввели, собственно говоря, деньги на счет, мы вполне можем начать поиск себе гитары мечты из Японии. Допустим, попробуем мы поискать бас. Сейчас заходим на страницу всех басов и ставим, допустим, ограничение стоимости покупки 10 тысяч иен за один бас. Вот что мы видим. То, что мы можем сейчас купить за 10 тысяч дешевле, чем за 10 тысяч иен. Посмотрим, что здесь есть. Просто на примере чего-то одного покупать его не буду. Просто покажу, как это работает. Просто выберем какой-нибудь покрасивее. Ну, я не знаю, что тут у нас есть за 10 тысяч иен. Ничего хорошего. А, ну вот. Вот ибанное ССДГР как раз. Пускай будет он. Сейчас его стоимость 3,5 тысячи иен. Никто на него пока еще не позарился. Не будем залиться и мы пока. Значит, просто показываю, что теперь надо сделать. На данный момент стоимость баса 3,5 тысячи иен. Но к этой стоимости надо добавить еще и все остальные, набор всех остальных услуг, о чем я говорил в вступительном видео. И вот давайте мы посчитаем, сколько нам на самом деле обойдется электрогитара за 3,5 тысячи иен при ее покупке одной из Японии. Одной с полной доставкой до России. Цена 3,5 тысячи иен. Вес одной гитары, будем считать, что это примерно 5 килограмм. Страна доставки России. Способ доставки, мы договорились, что мы будем бюджетным образом отправлять. Поэтому это морем плюс ТК транспортной компанией. Вес посылки 5 килограмм. Тариф базовый. А вот класс упаковки мы выбираем премиум. Это обязательное условие нашего посредника, что доставка музыкальных инструментов осуществляется в упаковке премиум. Никакого другого варианта вы выбрать не можете для электрогитары. Нажимаем кнопку рассчитать и получаем, что стоимость доставки гитары из Японии в Россию составляет примерно 16,5 тысяч иен. Если мы говорим про рубли, то это у нас 14 190 рублей. Если мы говорим про доставку одной гитары. Из чего она состоит? Стоимость 3,5 тысячи йен сама гитара. Комиссия нашего посредника 1 тысяча йен. По-любому, на любую гитару они возьмут 1000 йен. Стоимость доставки до города Владивосток 7,5 тысяч йен. И упаковка премиум, которая в данном случае обязательно, это 2000 йен. И того же у нас 1500 йен. Плюс к этому, плюс к этому, вы будете должны заплатить за доставку из Владивостока в ваш город. И это будет уже оплатой отдельной, это будет оплата транспортной компанией. Это будет «Желодорг-экспедиция», «Энергия» или «СДЭК». Если мы делаем то же самое, но у нас вес 10 килограмм, то у нас те же самые 7,5 тысяч йен. Стоимость упаковки 2000 рублей. Таким образом, стоимость доставки у нас, что за 5 килограммов, что за 10 килограммов, обойдется и умножить на 0,86 копеек и плюс 1000 рублей. 9 170 рублей. 5 килограммов и 10 килограмм – это две большие разницы. Одна гитара, мы знаем, что весит примерно 3,4 килограмма. Плюс там, возможно, какие-то чехлы и так далее. Допустим, получается, одна гитара – это 5 килограмм. Все мы будем считать на две гитары. Если мы это делим на два, то доставка одной гитары у нас обходится уже в 4585 рублей. И вот именно эту сумму мы должны приплюсовать к стоимости гитары. Но помимо этого, у нас еще есть такой аспект, как доставка по Японии. Здесь она указана в 2500 йен, но это не всегда так. Один раз мне довелось купить гитару с бесплатной доставкой по Японии. То есть, я ничего не заплатил за доставку от продавца до посредника. А один раз мне доставка – это было ни где не указано, ни где не прописано у продавца – обошлась в 4 с лишним тысячи йен. К сожалению, цена непредсказуемая. В среднем она составляет от 1000 до 4 с небольшим тысячи йен за доставку одной гитары по Японии. Иногда продавец указывает в описании стоимость доставки по Японии, но это далеко не всегда так. И, к сожалению, во многих случаях вы просто полагаетесь на то, что это будет примерно 2500 йен. Поэтому этот тоже момент надо иметь в виду. Доставка может обойтись на самом деле от 1000 до 4000 йен. То есть, вот этот вот люфт, который немножко непредсказуем. Ну а дальше все как обычно, как на любом аукционе. Выбираем нашу гитару, ставим ставку, нажимаем «Сделать ставку». Я нажимать не буду, потому что мне не нужен этот Ibanez. Это первое, что просто я более-менее красиво и открыл. Ну и дальше, как в обычном аукционе. Ставки могут перебиваться. Все как обычно. Последние 5 минут. Правила последних 5 минут, когда начинается самый большой движ. Здесь как бы рассказывать особо нечего. Все как в обычном аукционе. В конечном итоге вы выигрываете лот. После того, как вы выигрываете лот, он оказывается у вас во вкладочке «Мои товары». Значит, есть в вкладочке «Купленные товары». Это то, что вы выиграли, но пока это находится у продавца. Вот у меня вот два товара. «Фернандес», как он, «ФРЗ 400» и «Греко Атомик». Вот они сейчас находятся у меня у продавца. Пока у продавца. Деньги продавцу переведены, но он пока не отправил. И вот теперь все гитары, которые я хотел купить, пришли на склад посредника в Японии. И мы будем их оформлять, их отправку в Россию. И вот на что я хотел бы обратить внимание. Я об этом говорил и еще раз повторяю, что одну гитару покупать невыгодно. Показываю. Выбираем одну гитару. Нажимаем сформировать посылку. Выбираем морем плюс энергия. Стоимость посылки 9500 йен. Выбираем две гитары. Сформировать посылку. Стоимость посылки 9500 йен с двумя гитарами. Выбираем три гитары. Сформировать посылку. Стоимость отправки трех гитар 9500 йен. Потому что все три гитары суммарно весит меньше 10 килограмм. Вот поэтому, когда вы покупаете гитару, вот это надо иметь в виду, когда вы покупаете гитару в Японии. Сейчас с тремя гитарами, вот с этими вот. Их общий вес трех гитар 9 килограмм 800 грамм. То есть, грубо говоря, отправляя вот эти, только эти три гитары, только эти три гитары, я плачу за 200 грамм воздуха. За пересылку 200 грамм воздуха. Я понимаю, что 200 грамм это немного, но тем не менее. Поэтому вот этот момент надо иметь в виду. Если вы хотите сэкономить на покупке гитар в Японии, вам обязательно надо покупать... Ну, хорошо. Здесь это просто... Я выбрал специально маленькие гитары, которые легкие, которые в моем вот... В моей покупке они легенькие. Обычно гитары все-таки весят поменьше, чем... Побольше, чем три килограмма. То есть, например, если я выберу другие три гитары, то их вес суммарный составит уже 12,68... Ну, в общем, почти 13 килограмм. Это уже будет больше минимального веса. Но если я выберу две гитары, 8 килограмм 540 грамм. Опять же, полтора килограмма я плачу за воздух, который будет вестись. Поэтому самый оптимальный вариант покупать три гитары и платить уже дальше за каждый лишний килограмм сверх 10 килограмм. Выбираем все гитары. Нам надо отправить все. Нажимаем сформировать посылку. Подтверждаем адрес. Дальше вот нам все показывают все гитары, которые на складе находятся. Вот в таком они сейчас находятся. Туда пришли. Это от покупателей, от продавцов. Посмотрите, как это в ближнем бою выглядит. То есть, вот шесть гитар, которые я хочу приобрести. Точнее, которые я уже приобрел. И они находятся у меня на складе в Японии. Вот так, в таком виде. Они на складе в Японии сейчас хранятся. В таком виде они туда пришли. Два, три, четыре, пять, шесть. Все гитары будут перепакованы. То есть, все будут запакованы совсем другим способом. Выбираем самый дешевый вариант. Это морем плюс компания. Тариф морем плюс транспортная компания. Это 16 875 йен за тариф доставки. И плюс тариф самой компании, которая будет осуществлять перевозку уже по России. Посмотрим тарифы. То есть, итак, у нас получилось там 22 килограмма веса. Ну, да, поставим 25 килограмм веса для ровного счета. То есть, прямо отсюда можно рассчитать доставку. Выбираем город отправки Владивосток. Город назначения Москва. Размер посылки. Длина, допустим, это у нас длина, ну, полтора сантиметров. Это, ну, допустим, 150 сантиметров. Ширина, ну, допустим, 60 сантиметров. Высота, если это самое, ну, допустим, еще 60 сантиметров. Ну, допустим, 70 даже сантиметров. Пускай так будет. И вес 25 килограмм у нас мы берем. И стоить с ДЭКом, это будет в пункте выдачи СДЭК, 9700 по России. Ну, небюджетно. Стоимость у Желдор-экспедиции, вес отправления, те же самые, 25 килограмм. Объем, ну, примерно, пускай будет 0,25 куба. Количество мест, ну, скорее всего, там будет два места, две коробки. Пункт отправления в Владивосток. Пункт назначения Москва. Выпускаем Москва-Картина, да. Предварительный расчет 2795 рублей. Видите, да? Вот он. И у ЖДЭК, у транспортной компании «Энергия». Владивосток. Москва. Мест, ну, пускай будет 2, 2. Вес места, ну, 25 килограмм, значит, 12,5 килограмм. Пускай будет 12,5 килограмм. Объем места, ну, пускай будет 0,15. А, да, давайте поддлина места. Длина места в метрах. Полтора метра. Примерно, мой. Полтора метра. Ширина, пускай будет 0. Ну, 6, мы говорили. Высота 0. Пускай 3, допустим. Ну, рассчитать. Ой, миниус какой-то. Сори. Это не там. Я прям удивился. Москва. Мы видим, у них там не совсем так. Нет, все равно 7 тысяч получается. Ну, итог понятен, да. Самый оптимальный выбор для нас – это Жилдор-экспедиция. Собственно говоря, именно ей я обычно и пользуюсь. Поэтому выбираем Жилдор-экспедицию. То есть, здесь у них есть разные терминалы. Ну, как бы, самый центральный, самый простой – это Картина. То, о чем я в самом начале говорил. Упаковка может быть только премиум для электрогитар. Для других товаров, которые вы можете купить при помощи этого посредника, можно использовать эконом. Она отправится в том виде, в котором придет до вас стандарт. Это будет более дешевую упаковку, но будет упаковка уже посредника. И премиум – это упаковка с дополнительным этим самым. То есть, здесь, поскольку мы покупаем гитару, других выборов, кроме как премиум, здесь нет. Ставим застраховать посылку. Ну, не обязательно ставим, но я страхую. То есть, чтобы у нас на ту сумму, сколько выходит гитара, все-таки была страховка при повреждении. То есть, она 150 рублей стоит. Это не такие большие деньги. Ну, и того у нас получается, за доставку до Владивостока будет 21 375 йен. Ну, и, собственно, все. Дальше надо внести... У меня просто был на балансе баланс 0. Сейчас баланс стал минус 21 000. Дальше я вношу, внесу эти деньги на счет. Эти деньги спишутся. Посылка будет упакована. Перед упаковкой товара в, соответственно, коробку перед отправкой, посредник делает фотографии того, что он упаковывает в том виде, в котором это упаковывает в коробку, которая поедет уже дальше в Россию. И выглядит вот так. Вот в таком виде это будет отправлено, в данном случае уже было отправлено в Россию. То есть, уже распакованной перед упаковкой коробку. Вот. То есть, другая гитара тоже перед упаковкой, перед тем, как ее сформировали по ссылку. Вот в таком виде выглядела гитара. То есть, все вот было. Можно посмотреть, внимательно оценить. То есть, это чтобы, на самом деле, делают они, чтобы к ним не было претензий, если повреждения, которые есть на гитарах, там те же царапины, чтобы им не сказали, что это сделали они. То есть, в таком виде все отправлено. Соответственно, если придет в худшем виде, то это было сделано по факту отправки. Для этого мы страхуем посылку. И дальше уже в теории, к счастью, мне никогда не приходилось этого делать, а дальше в теории вы можете потребовать возмещения у транспортной компании, чтобы гитара вам дошла в ненадлежащем состоянии. Вот в таком виде выглядит, соответственно, посылка, информация о посылке, когда она едет. То есть, сколько мест, в данном случае два места в одной коробке, две гитары, в другом коробке еще одна гитара, соответственно, какие гитары, там, соответственно, то, что застраховать по ссылку. В общем, короче, вся информация, вес каждой коробки, каждого места, объем каждого места, ну, в общем, вся необходимая информация есть. После чего, когда к вам, вы можете прямо отсюда перейти на страницу отслеживания посылки, после чего, когда посылка будет доставлена в выбранный вами филиал российской транспортной компании, вы туда едете, забираете и радуетесь тому, что получилось. И я сейчас покажу, как происходит распаковка этого хозяйства. Итак, коробка, коробка картонная, одна штука, скрываем. Хорошая из крупного попурочка пленочка пригодится на будущее. И мы начинаем вот с этого, знаете, газета, газета японская, одна штука, футболисты. В футбол играют и ролики, кому-то можно подумать интересно. Начнем с этой, почему она такая тяжелая. Итак, чехол черный, в кармане пусто. Если нет в кармане денег, принесите, подележите к заду веник. В этом чехле у нас бас-гитара. Итак, пресс. Пресс Legend. Legend это у нас Aria Pro. Legend by Aria Pro. Ну ладно, потом будем. Значит, гриф прямой. Актерийный номер. Как он читается, пока не знаю. Будем изучать. В общем, судя по весу, судя по весу, бас, скорее всего, из фанеры. То есть, это Корея. Корея, значит, скорее всего, это фанера. Плайвуд. Но это не точно. Будем изучать интернет, будем читать. В общем, вот такой вот бас, басок. Все как бы это самое. Когда мы его приведем в порядок, небольшой скол, но это легко заделывается. Больше сколов нет. В общем-то, и состояние неплохое такое. Прям, прям хорошо. Порожек надо вклеить обратно. Он съехал со своего места. Это из косяков. Вот здесь вот скол. И больше каких-то косяков я не вижу по этому басу. Отполировать только надо. Интересно, из чего гриф, потому что это не похоже на клен. Ладно. Это все смотрели. Запаковываем обратно. И смотрим чуть дальше. Давайте вот это вытащим. И вот оно. Чудо басостроения. Значит, не хватает двух винтов. Не хватает труда, понятное дело. Grassroots. Скорее всего, Корея. Потому что Grassroots в основном это корейская. Но был период, когда Grassroots выпускались в Японии. Очень красивый варс. Какие-то... Ну, грязный весь только. Русечка. Еще одна. Разболтана. Какая-то грязь. Такой вот бас. Модель, я не помню, как называется. Жизнь повидал. Жизнь он повидал.